Рады вас приветствовать на форуме. Как мы договаривались на прошлом экспертном совете, мы сегодняшний запланировали провести на одном из ведущих мероприятий Министерства образования, посвященном, по сути, новым технологиям образовательным. И мы, как министерство, здесь представили достаточно большой стенд со всеми теми новыми разработками и новыми технологиями образования, которые с нашей точки зрения, да и с точки зрения других коллег, будут интересны, постоянно совершенствующиеся российскому образованию. И сегодня мы хотели бы поговорить с вами о проекте, который мы, как министерство, у себя сейчас разработали и хотели бы вынести на обсуждение проект, затрагивающий в первую очередь производителей, разработчиков товаров и услуг для системы образования. Это сейчас достаточно большой растущий рынок. Как вы знаете, государство выделяет много средств на создание новых мест в школах, на обновление парка, учебного оборудования, на формирование доступной среды в школьной системе. И все эти процессы, как нам кажется, необходимо в первую очередь синхронизировать, чтобы с одной стороны производители товаров не допускали перепроизводства, с другой стороны видели те новые рынки, которые сейчас система образования формирует и удовлетворяли эту потребность, понятное дело, что существующими механизмами в рамках действующего законодательства, но с приоритетом, как нам это очень хочется, отечественному оборудованию, отечественным разработкам. Как вы знаете, нам удалось достичь определенных успехов нам, как министерству, в других отраслях промышленности, где мы на законодательном уровне сформировали и утвердили приоритет отечественным разработкам, отечественным изделиям, это в лекарственной сфере, в медицинской промышленности. И мы бы очень хотели, реализуя комплексный проект по развитию производства товаров для системы образования, российской системы образования, в том числе и такой механизм реализации этого комплексного проекта разработать и утвердить в непосредственной связи с потребителем, чтобы мы четко для себя и для потребителя формировали приоритет той продукции, тем изделиям, которые нужны системе образования. Рынок этих товаров в России достаточно велик. В стране примерно 8 миллионов парт, которые раз в 5 лет требуют замены. Это достаточно огромное количество продукции, которая ежегодно в стране покупается. И что самое главное, спрос на нее стабилен, потому что, как мне сказал один эксперт, вы когда-нибудь видели, чтобы дети учились стоя? Это говорит о том, что есть вещи, на которые государство тратило, тратит и будет тратить средства постоянно. И это важно понимать нашим производителям, фокусируя на это свои усилия, как по разработке, так и по производству и продвижению. Формализуя в соответствии с методикой, утвержденной правительством, наш ведомственный проект, мы постарались перечислить все те государственные программы и направления, которые в этой сфере существуют. Несомненно, мы опираемся на ведомственные приказы Миноборнауки, которые нам формируют ту номенклатуру, я имею в виду 336 приказ, товаров, которые рекомендуется для потребления в школах, для оснащения школьных и дошкольных учреждений. Несомненно, мы видим, что еще большая работа предстоит вместе с коллегами по такой же номенклатуре для дополнительного образования, где необходимо также, как нам кажется, формализовать спрос. Потому что, повторюсь, для промышленности, для серийного производства важно понимание правил игры, важно понимание того, что сейчас, что через год, что в течение пяти лет будет система образования покупать. Потому что одно изделие можно сделать на коленке, два выточить в какой-нибудь мастерской. А промышленное производство, которое обеспечивает стоимость, низкую стоимость продукта, требует понимания рынка сбыта, понимания того, что это изделие сегодня, завтра и послезавтра будет покупаться. И тогда промышленник, инвестор идет на этот риск, запускает новый продукт и потом удовлетворяет существующий спрос. Пользуясь тем, что наш экспертный совет представлен коллегами из разных отраслей промышленности, мне бы хотелось сегодня обменяться мнениями и послушать те предложения, может быть, возражения или идеи, как нам правильно было бы этот проект дальше реализовывать и утверждать. И, может быть, я пофантазирую, мы бы всеми вместе с вами придали этому проекту не только ведомственные, но и федеральный статус. Но это потребует от нас определенных усилий, определенного, по сути, лоббистской работы, потому что тогда в него будут включены не только усилия нашего министерства, но и позитивный взгляд на это со стороны Министерства экономического развития и Министерства финансов и других заинтересованных ведомств. Коллеги, я прошу в свободном режиме высказываться, кто первый готов. Антония Викторовна. Раз. Спасибо. Ну, у нас уже такая хорошая традиция работать параллельно. Мы со своей стороны, конечно же, когда подписали государственную программу по строительству и оснащению новых школ, помните, написали, что очень важно синхронизировать стратегию развития индустрии детских товаров и строительства новых школ. То есть мы знаем, что 38% всех денег, выделяемых на строительство новых школ, относятся к оснащению учебным оборудованием, образовательной продукции, то есть оснащение учреждений образовательных, оснащение программ. В принципе, достаточно лояльная для нас сумма в 178 тысяч оснащений одного рабочего места, в которые входят в том числе продукция общего пользования, продукция на одного ребенка. Если говорить о содержательных предложениях по ведомственному проекту, как мы говорили и вносили на совещание Минэкономразвития, мы считаем, что тот опыт негативный, который есть после трех лет реализации проекта, связанный с межведомственной рассогласованностью, если это будет ведомственный проект, то он обречен на неудачу. Почему? Потому что если здесь не будет Минобра, если здесь не будет людей, влияющих существенно на рынок сбыта, то я, конечно, понимаю, Дмитрий Валерьевич, что вы готовы к подвигу, но, извините, я не в ваш, не в свой, и даже если там станет стеной, не верю. То есть он не реализуется. И мое вот это вот ощущение перестать себя обманывать и делать его как ведомственный, а готовить его сразу как федеральный приоритетный проект. Я благодарна Минэкономразвитии и то, что пришли они сюда, и за участие и поддержку, по крайней мере, они позицию внесли с повесткой федеральный приоритетный проект. Значит, очень коротко тогда по программам. Мне кажется, что здесь надо связать с еще другими государственными программами, которые также являются для нас не таким большим, как оснащение школ, но, тем не менее, достаточно серьезным рынком сбыта. Вот и дополнить его, он очень быстро, в принципе, он в правительство внесен. Самый главный вопрос для тех людей, которые сидят в зале, это, конечно, формулировка, каким образом прописаны те категории продукции, которые включаются в эту программу. Мы пошли по другому пути для того, чтобы у нас вообще не было ограничений. И когда собирать эту программу, она может иметь такие неожидаемые результаты, как, например, есть образовательные организации специального коррекционного типа, либо специализированные, где они закупают в том числе и одежду, и обувь, спортивную для спортивных школ, балетную для балетных училищ, либо для детей интернатов, и там может быть увеличение перечня, сокращение сроков службы и тем самым какой-то ресурс для людей, организации, которые производят эту продукцию. В целом, конечно, вы абсолютно правы, мы тут со всей строгостью вас поддерживаем. Необходимо такой же приказ, как 336-й для школ, для системы дошкольного образования и дополнительного образования. И в целом все новые программы, вот как концепция развития ранней помощи, они должны подкрепляться, это должно стать нормативом, подкрепляться такой, по сути, для нас указателем спецификации. Тогда мы с вами все там будем прописаны, как в школах прописаны игрушки, прописано оборудование для кухонь и пищевых блоков, гардеробов, стульев и всего остального. У нас есть две большие категории. Продукция, которая оснащает организацию, образовательную организацию, учреждение, и продукция, которая оснащает программу. И, конечно, здесь для нас бездна для новых разработок, для настоящей научно-производственной кооперации. Поэтому, пожалуйста, большая просьба, все-таки либо тогда вам придется на трех листах перечислить все отрасли, которые туда относятся, из чего складывается учебно-техническая промышленность, и не бояться писать слово детские игры, игровое и спортивное оборудование. Игрушек здесь в проекте я не увидела. Мы, например, сейчас сделали модели, финансовые модели новых образовательного детского сада и образовательного учреждения с той категорией продукции, которая там есть. И она очень наглядно показывает востребованный спрос. Что еще кажется очень важным, потому что мы сейчас, как вы думаете, я сейчас закончу, чтобы коллеги обменялись, мы со своей стороны собрали свой комитет по образованию всех крупнейших производителей и сошлись к одному, для того, чтобы брать на себя какие-то обязательства, либо включаться на новом уровне в специализированный инвестиционный проект и, в принципе, проработать, а что даст эта программа, ну вот, как по импортозамещению. Мы вообще-то не понимаем, как механизм работает, и очень бы не хотелось, чтобы этот механизм не сработал. Что важно знать? Нам необходимо провести картирование, то есть перепись. Мы сделали техническое задание, провели уже со своей стороны, бросили с крупным исследовательским компаниям, которые реально смогут сходить в каждую школу и описать. И мы считаем, что надо описать каждое образовательное учреждение любого типа, который у нас есть. Это не запредельный бюджет. Если со своей стороны Минпромторг нас поддержит, то есть понимание, кто это сможет сделать профессионально. И там большая доля это собственных данных, которые должны дать непосредственно предприятия. Это коммерческая информация. Кто-то даст, кто-то не даст. Вот наша десятка компаний на эту информацию готова дать. Ну а дальше это вот какой будет инструмент поддержки и какие под это нужны обоснования. Я считаю, что мы не должны с этим долго затягивать, потому что, конечно, мы сейчас, если сделаем внятный, с хорошими показателями, красивый проект и предложим его под период с июня по сентябрь месяц под десятилетие детства после указа президента, шансы того, что это будет не ведомственный проект, а федеральный проект, у нас увеличиваются. Ну вот мы сейчас находимся в этой точке зрения, предлагаем объединить рабочие группы, сделать общий план и работать со всеми организациями совместно. Спасибо большое, Антонина Викторовна. Мы для себя понимаем две основных вещи. Чтобы производитель чувствовал себя комфортно, он должен понять для себя, помимо финансовой поддержки, там, где она ему требуется, он должен в первую очередь для себя понять внятный спрос. Вот это, не это, то, не то. Вот абсолютно верно, 336 приказ, он как-то структурировал этот спрос со стороны системы образования. И с нашей точки зрения те новеллы, которые сейчас есть в 44-м законодательстве в части трехлетних планов закупок, которые заказчики обязаны размещать в системе, тоже будет этому способствовать. И через какое-то время, может быть быстрее, может быть позже, мы этот спрос сможем сегрегировать и понимать там хотя бы на трехлетку полупотолок, какой будет спрос на продукцию в системе образования. С другой стороны, повторюсь, мы попробуем автоматизировать эти процессы, чтобы наша промышленность и наше предприятие увидели там сводные планы хотя бы по региону той продукции, которая система образования потребляется. С другой стороны, мы, наверное, должны говорить о каком-то внятном приоритете. Потому что мы понимаем даже на первом этапе, когда предприятие расширяет номенклатуру или там ставит новый продукт на производство, не всегда получается сделать его комфортным по цене с учетом того, что этот продукт только начинается и серия небольшая. И здесь мы бы, конечно, повторюсь, мечтали бы о механизмах, которые есть в других отраслях. Например, третий лишний, когда на конкурсе поставляется, выходит два и более отечественных производителя, импортный продукт отклоняется. Но понимаем, что поставки все комплексные, смешанные лоты, как это правильно будет сказать. И здесь надо очень аккуратно подойти к механизмам таких преференций, чтобы не усложнить жизнь заказчиков на местах, не превратиться в забюрокрачивание, что даст, может быть, выигрыш производителю, но большой проигрыш системе администрирующей потребления. Спасибо большое. Коллеги, кто готов? Просто надо громко сказать, он включится. Да? Он включится. Уже? Включился? Спасибо. Наша ассоциация, она занимается развитием и поддержкой дополнительного образования. Это наша сфера интересов. И, соответственно, это еще и сфера интересов всего государства, поскольку дополнительное образование является приоритетным государственным проектом. И здесь для развития промышленности, на мой взгляд, огромные возможности, потому что, на самом деле, за все это время вообще-то в дополнительное образование никто не вкладывался. И сейчас задача стоит дополнительное образование сделать доступным, а это значит оборудовать помещения в школах, переоборудовать учреждения дополнительного образования, сделать дополнительное образование частным, дополнительное образование в детских садах, а это все абсолютно новое средство обучения на самом деле. Потому что материально-техническая база этого направления, она пустая. И тема довольно-таки сложная и для педагогов сложная для планирования, как сделать правильное материально-техническое оснащение. Поэтому, на наш взгляд, надо активно работать с типовыми решениями. Причем задача, опережающего развития в дополнительном образовании стоит. А что такое опережающее развитие? Это то, что промышленности... Все равно все инновации образовательные в плане учебной техники, они находятся не в образовании, они находятся в промышленности. Как мы все время говорим, если бы скрипку не сделали, не было бы скрипичной музыки. Так и здесь. Если мы делаем какой-то конструктор робототехники, если он появился, дальше начинает он развиваться, появляется образовательная программа, появляется педагог, который ее осваивает, появляется курс, куда приходят дети. И вот инновация, она вот на этом уровне лежит. И, собственно, это дает нам полное право как бы на равных разговаривать с системой образования, что мы имеем право эти инновации показывать и предлагать. И более того, учить педагогов этим инновациям. Что, собственно, мы и делаем. Так вот, если мы говорим о опережающем развитии, то хотя бы система образования, она четко должна векторы показывать. И какой вектор приоритетный? Сколько будет то, что сейчас только было произнесено, что хочется увидеть статистику и планы для закупок, что будет в ближайшее время. Так вот, вектор, какую направленность развивать, это очень важно. Важно понимать, какой бюджет, потому что можно очень хорошо развивать, можно по-среднему развивать, да, можно что-то там развить. Да, и вот про типовые решения, то есть так называемые кружки под ключ, которые будут на самом деле пользоваться спросом. И мы это тоже увидели, и вот сейчас уже и доказали, потому что создан первый стэм-парк российскими производителями, где педагоги и смотрят, как надо оснащать, то есть они видят и среду, их там учат на оборудовании работать, и они даже могут в этом же стэм-парке и магистратуру пройти, поскольку она на мазе городского педуниверситета. И мы видим, как это здорово, как это нравится, они выходят подготовленными специалистами, они знают, что купить. И вот этот осознанный выбор, которого сейчас нет в системе образования, отсюда и нет осознанного спроса на продукцию, вот с этой проблемой надо как-то бороться нам тоже всем вместе и искать новые механизмы, новые разработки, предлагать, как это можно сделать. Ирина Игоревна, правильно я понимаю, что если мы возвращаемся к проекту, его необходимо дополнить историей про, по сути, формирование спроса, то есть необходимо информировать потребителей о каких-то типовых решениях, о каких-то моделях, которые ему правильно использовать, то есть его не только обеспечивать, но и просвещать в части каких-то инновационных или новых решений. И такое мероприятие, такая работа в целом в рамках проекта должна тоже проводиться. Однозначно. И таких мероприятий должно быть много. И, в общем-то, понятно, что нужно делать. Во-первых, должна быть создана вот эта база адресов всех образовательных организаций. Это должны быть очевидные и адекватные адреса, а не просто какие-то. То есть она должна быть рабочей, эта база. Второе, что нужно сделать, все-таки работать больше с Министерством образования, у нас должен быть внятный заказчик. Невозможно делать то, что я хочу, а потом приходить и говорить, смотрите, как я здорово сделал, купить у меня вот это. Странная позиция. Так вот, и здесь тоже понятно, как решать вопросы, потому что есть зарубежный опыт, он, в принципе, доступен, уже и переведен на русский язык, как работают в других странах, ведомства, отвечающие за развитие образования. Они дают эти гайды, по которым понятно, куда мне идти, что будет в ближайшие два года пользоваться спросом, что мы хотим внедрять здесь, а у нас получается как? Так, мы русский язык сегодня развиваем, звонок в прошлом году, из Минпрома. А что у нас есть по русскому языку? А почему у нас должно что-то быть по русскому языку, если у нас не было заказчика на этот продукт? Вот у нас не опережающее развитие, у нас запаздывающее вот это развитие. А это можно сделать, если Министерство образования будет целенаправленно заниматься. А как мотивировать его на эти занятия? Давайте посмотрим. У нас есть учебники, у нас проходит отбор. Школьная форма проходит отбор. Почему у нас средства обучения не проходят? Такой же рейтинг, такой же отбор. И почему нет рекомендованного списка? Какие и понятный вход в этот рейтинг, в этот... Потому что еще же ведь надо доказать, когда ты сделал, что это оборудование, оно нормальное, оно хорошее. Должна быть вот такая вот оценка, зависимая, независимая, платный рейтинг, неплатный, все равно. Но должны быть какие-то контрольные такие вещи. Возвращаясь к вопросу рекомендованных перечней, это всегда такая история на грани, потому что о суде кто? Вот кто считает, что вот этот учебник там или вот эта вот игрушка лучше, чем вот это? Я вам скажу. Дело в том, что оборудование, это не просто так. Оно, если мы говорим о школьном, где есть в ГОС, да, и да, у нас в ГОС написано вообще на вырос для системы образования, и там можно делать все, что угодно, но оборудование должно по максимуму соответствовать требованиям, образовательным стандартам. Здесь судья очень понятные, вот этот в ГОС, он является судьей. А сейчас получается так, на торги выходим, названия все одинаковые прописали, показатели качества и технические условия у всех разные, торгуемся по цене, покупаем самое плохое, да, самое плохое и самое дешевое покупаем, но совсем не то, что в названии. Понимаете, есть несоответствие тех характеристик, которые в продукте заложены, потребности заказчика. А у нас должны быть какие-то данные, если мы говорим о робототехнике, например, условно, это не предложение вообще. Конечно, выгодно школе купить тот роботехнический комплекс, который с 6 лет и до 10 класса можно использовать, да, и к нему программное обеспечение есть. Или он за те же деньги купит только тот комплекс, который с 6 лет и до 4 лет может использоваться. Разные же вещи, разные. И критерии эти должны устанавливаться. И вот под эти критерии должны подстраиваться педагоги, чтобы торги были адекватные. А сейчас они у нас неадекватные. Вот вопрос. А второй момент. Вот тоже расскажу о случае. Он несколько лет назад был, но да, разыграли 700 миллионов. От русского производителя взяли все документы. Все представил полностью. Замечательно. Все представил. Тот, кто выиграл, интегратор, вообще к системе образования имеющие отношения, он взял эти документы, заказал все в Китае. Да, все по характеристикам подходит, но продукт совсем другой. Работать школа так на нем и не смогла. Деньги потрачены зря. Русского производителя ничего не получил. Кто получил? А надзорное ведомство? А что, там все правильно? По документам? Ну вот. А на 700 миллионов тут можно завод построить. Вы прекрасно знаете. Любой. Хорошо. Понимаю, что вопрос рекомендации, он непростой. Как к нему подойти? Надо крепко подумать, но точно как мероприятие в проект мы должны его будем погрузить. Да, коллеги, я прошу включаться. Да, я сейчас комментарий общий сделаю. Включаться в разговор. Просто то, что мы так сидим, не значит, что мы все мероприятие будем вас развлекать. Очень хотелось бы, чтобы вы нам что-то ценное сказали. Здесь не было просто рассадки круговой или за столом, поэтому прошу активнее включаться в беседу. Дмитрий Валерьевич, Российский Союз Кожевников Вовщиков Александр Григорьевич Андрюнакевич. В принципе, сам проект и паспорт понятен и должен поддерживаться нами. Хотелось бы узнать, как вообще способы достижения цели. Вот есть такой тут здесь пункт. Определение потребностей школ образовательных и так далее. Как будет она реализовываться? Я уже надеюсь, что это будет утверждено, как это технически будет реализовываться этот проект. Есть регионы, есть министерство промышленности. Как вообще мыслиться реализовывать этот проект? И как здесь написано привлечение, значит, анализ предложенных российских производителей по оснащению и так далее. Это первое. И второе, я что хотела бы сказать. Конечно же, такие проекты, они прежде всего, чтобы выбрали лучшее, вот на наш взгляд, как только будет утвержден он там с какими-то замечаниями и прочее, естественно, должно быть его широкая какая-то широкая рекламная кампания. Прежде всего, нужно будет этот проект, видимо, сделать презентацию, на которую пригласить как пользователей, так и производителей. И только таким образом, может быть, это будет даже какая-то мини-выставка и так далее, можно будет понять, какая потребность именно по качеству и какие возможности у производителя. Мне все-таки хотелось бы понять, как он будет реализовываться, каким образом будет определяться потребности школ, будет определяться, что кому нужно, в каких объемах и как это будет доводиться до производителя. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, я уже его сказал, попробую повторить. Несомненно, школа самостоятельно в выборе того, что ему требуется, в процессе обучения исходит из своих процессов. Но у нас есть новеллы в законодательстве, которые просят заказчиков в течение какого-то времени наперед публиковать свои планы, потребности. Понятно, что с партами история такая. Сколько сломалось, столько надо докупить. Но заказчик должен будет подойти к этому вопросу более осознанно, понимая, что у него есть какая-то практика поломки этих парт, и он на трехлетку, это в идеале, мы бы очень этого хотели, хотя бы спланировал свою потребность, отдельная школа в мебели. Потом, агрегируя эти показатели, это же электронная информация, можно будет говорить о прогнозном спросе в системе образования на ближайшую перспективу. И этот прогнозный спрос мы со своей стороны хотели бы транслировать, который будет сформирован в системе закупок, транслировать в информационную систему промышленности, ГИС-промышленность, где предприятия, которые пожелают с этой информацией знакомиться после соответствующей авторизации, смогут ее получать в разрезе субъектов или каком-то более подробном делении. Опять же, повторюсь, это наша задумка, это интеграция информационных систем, что закупки сложнейшая информационная система, что ГИС-промышленность не менее сложная, а уж их процесс связывания займет тоже значительное время, но в перспективе это позволит четко понять хотя бы приблизительно, сколько продукции того или иного вида потребляет система образования. Это крайне важно для наших производителей. По крайней мере, чтобы точно не допускать перепроизводства и видеть те ниши, где спрос есть, а отечественного производства нет. Потому что, еще раз повторюсь, информация, это самое главное, что нужно сейчас всем производителям. Непонятно, как она будет везена до производителей. Непонятно, как мы просто практически подходим, все производители практически подходят к этому. Вы сказали, все правильно. Но как это будет? Вот я в регионе, я должна найти сама школу как производитель. Нет, я же повторюсь, есть информационная система промышленности, где предприятие регистрируется и соответствующая информация, которая будет выгружаться из системы закупок, станет им доступна в некотором агрегированном виде. Повторюсь, процесс непростой, там очень много классификаторов, очень много сборных лотов. Но мы постараемся так настроить систему, чтобы эту информацию предприятиям, участникам ГИСПа доводить в регулярном режиме. Ассоциация мебельно-деребрабатывающей промышленности Крыжановской Стана Геннадьевна. У меня наверное такой не совсем прямой может быть и вопрос и ответ, но больше конечно желание понять опять же в развитии предыдущего выступления. Но вообще когда я увидела вот этот приказ, который вы сейчас нам раздали и увидела, что здесь есть перечень оборудования и всего прочего, наконец-таки собраны Минобразование, потому что вы года два подряд вот Минпромторг нас мучил, мурыжил и терроризировал вот этим представлением перечень всего, что нужно школам. И я когда задавала вопрос о разе Минобор не знает, но мы там давали, что могли, в конце концов значит это все объединилось вот эту базу даром. Можно считать, что я счастлива. следовательно, один шаг сделан. Теперь второй шаг. Вот этот паспорт, который сегодня мы обсуждаем и развитие реализации вот этой большого проекта. Значит, к нему в качестве одного из оснований, здесь много всяких документов государственного уровня, приложен приказ Минпромторга это вот по импортозамещению с вот этим приложением. Значит, как он будет работать на фоне остальных вот этих документов, тоже не сильно понятно, и как он будет сам по себе реализовываться приказ Минпромторга в развитии вот этого большого проекта. Тоже вопрос. Я на сегодняшний день это не сильно понимаю. А теперь о своем насущном, что называется. Ну, неспроста вы приводили пример с партами, а это значит мебель. Я хочу сказать, ну, мы как могли вас и вот то, что вы меня просили, я вам представляла определенную информацию о том, что могут российские производители для детей, для оборудования школ и так далее. Я полагаю, что другой возможности у государства или вот у вас, у чиновников сферы государственной, как реализовать вот наше предложение, с которым мы второй год выходим Минпромторг, вообще, в принципе, не может быть. Те деньги, которые запланированы и заложены в бюджете на оборудование школ, это все-таки, я так понимаю, что немаленькая доля это оснащение мебелью. Поэтому у нас было предложение и мы в прошлом году его всем вашим и предшественникам, и сегодняшним руководителям отправляли и просили обратить внимание на наше предложение. в рамках этого проекта реализовать возможность разработки национального проекта оборудования школьного для дошкольных или, может быть, только школьных учебных заведений для того, чтобы привести в порядок эргономику, безопасность, экологичность, дизайн, национальные какие-то штрихи. Вот благодаря этому проекту мы обговорили как бы формат того, что требуется и дали такие предложения. Мы и Кадыровы отправляли эти предложения. Но, опять же, вот сейчас мы не увидели возможности реализовать его. Почему его нельзя сделать в рамках НИОКРа, вашего замечательного этого проекта, который я действительно ставлю пример и говорю, что это замечательная возможность, не проходит, потому что те критерии, которые там есть, и люди, которые готовы реализовать вот это предложение по разработке именно вот такой типовой мебели для обустройства школ, учебных заведений, в те критерии по НИОКРу они не укладываются. Это должны быть другие, более доступные. За счет и студентов, и за счет вот этих наших строгановских училищ, которые имеют школу, историю, авторитет, репутацию, знания, чтобы создать вот такой проект этих самых изделий для оборудования школ, мебельных я имею ввиду. Если вы нас услышите и сможете найти вот нишу для реализации этого направления, это будет абсолютно правильно. Для того, чтобы сделать его каким-то образом типовым, и тогда останется только вот школам, по регионам, которым будут представляться финансирования для обустройства или для оснащения этих школ пользоваться этими типовыми проектами, чтобы где-нибудь там на Дальнем Востоке не появлялась в школах вот эта китайская гадость. Я вполне осознанно это слово применяю. Сделанная мебель, я имею ввиду, сделанная даже из не каких-то там отходов, а просто из вторсырья. Прошу прощения, у нас время подходит к концу, поэтому можно прям... и уродуются дети. Вот огромная просьба услышать нас и дать возможность реализовать вот это наше предложение. Спасибо большое. Это на самом деле... Минута, да. Спасибо. Мы немножко затянули. Да, давайте мы сейчас по коротким выступлениям. Ассоциация производства учебного оборудования. Шошин Евгений Владимирович. Сразу вот так конспектом, потому что времени мало. Программа своевременная. Программа должна, в общем-то, быть с нашей точки зрения неведомственной, она должна быть федеральная. Министерство имеет потенциал для создания федеральной программы. Я говорю с точки зрения оборудования учебного. Почему? Опыт работы по программе детских товаров колоссальный. Второе. Опыт работы по, так скажем, как потребители, кадров для рабочих специальностей, инженерных специальностей. Вы же промышленность наша самая главная. Все идут к вам после окончания профессиональной подготовки. И, конечно, это просто промышленное производство. Я перебью, но у нас минута, потому что в следующий я в минуту уложусь. Ладно, извините. Вот, предложение все-таки сформулировать более широко программу на все уровни образования. Нельзя в промышленности создавать оборудование только, вот я говорю, учебно-лабораторное, вот это, для одного низшего уровня образования, там, дошкольного или общего образования, на все уровни надо развить. И, конечно, необходимо создать общую программу индустрии развития учебного оборудования. Вот тогда это будет, наверное, польза для этого. А мы готовы принять разработки участия в ней. Спасибо большое. Валя, два слова. Я понимаю, вопросов много, пожалуйста, но у нас следующие спикеры. Очень короткий, маленький вопрос. Спасибо большое. Мебельщики счастливы, Дмитрий Иванович. А счастливьте текстильщиков. В этой перечне оборудования мебели отсутствует мягкий текстиль. Есть школы, интернаты, есть занавесы, занавески, есть форма для кадетских, суворовских училищ и так далее. Вот этот момент выпал, но, наверное, будет справедливо его дополнить, и это будет интересно. Принимается. А также, понятно, что вы только начали, надо еще раз посмотреть, дошкольное образование и более комплексно подойти. Но это, видимо, второй шаг. А в целом большое спасибо. Коллеги, спасибо всем большое. Да, мы очень сильно поджаты по времени, как выяснилось. Но я предлагаю всем, кто хочет, пройти на стенд Минпромторга, и мы можем пообщаться по разным вопросам. Спасибо. Спасибо.